Здравствуйте! Добро пожаловать в мамину школу! И я, Наталья Львова, приветствую вас! Сегодня в выпуске. Что делать, если в вашей семье растет застенчивый ребенок? Как научить его постоять за себя? Какие игры играть с детьми, чтобы воспитать уверенность в себе? И какой вид спорта поможет малышу поверить в себя? Обо всем этом в ближайшие 20 минут в маминой школе. Трудно сказать, почему одни дети, едва научившись ходить и держать что-то в руках, начинают отбирать у других детей все подряд, а иным и в голову не приходит выхватить что-то чужое. Почему есть дети, которые еще не умеют даже разговаривать, начинают толкать других детей и как будто бы получают от этого удовольствие? И совсем непонятно, почему некоторые родители поощряют такое поведение своим молчанием. Видно, считают, что у них растет лидер. А может так и есть? Выживают сильнейшие? Так что ли? Что же делать родителям тех детей, которым и в голову не приходит причинить боль другому ребенку? Растит дипломата? Ведь, как гласит пословица, и сила уму уступает. Но пока еще ребенок так мал, что он не умеет договариваться. Да и с кем еще договариваться, когда и другой ребенок тебя не поймет? Как научить ребенка давать отпор обидчикам, не научив при этом слепой драки? Ребенка обижают сверстники. Тема нашей сегодняшней программы. А во всех этих вопросах нам поможет разобраться Влада Григорьевна Айзина, педагог-психолог, игротерапевт Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции на Таганке. Здравствуйте, Влада Григорьевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, со скольки же лет или, может быть, даже месяцев стоит ребенка учить отстаивать свою независимость? Неужели вот прямо в год надо, если его толкнули, учить тут же толкнуть другого ребенка? Вот как быть? Ну, вообще независимость и свою точку зрения ребенка лучше всего учить с самого начала. А своя точка зрения у него появляется где-то примерно между двумя-тремя годами. Влада Григорьевна, можно назвать детей, которые вот без конца других детей пинают, да, там, отнимают игрушки в саду? Мы же видим там, ну, на детской площадке, да, мы видим такое поведение детей, агрессия или нет? Или это не агрессия? Вы знаете, когда мы говорим вот уже о детях четырех, допустим, пяти лет, да, мы говорим, что они агрессивные. Если это речь идет о ребенке полутора-двух лет, то мы не можем назвать это агрессией, потому что это пока идет такая, ну, проверка, что ли, да, что я могу. А другой человек, еще другой ребенок, вот где-то до трех лет, он не воспринимается как другой человек, да, это вот, ну, где-то, ну, как игрушка, да, внутри которой надо посмотреть, что с ней можно делать, да, и поэтому дети там вот друг другу глазки начинают открывать там, да, вот как-то они изучают, они себя изучают, окружающие изучают, и вот в том числе и детей других изучают. Так, хорошо, а почему есть дети, которые вот не хотят изучать других? Они не подойдут, не отнимут игрушку, не толкнут, они вообще не могут, даже в ответ не могут. Мы про какой возраст сейчас говорим? До четырех лет. Ну, до четырех, нет, понимаете, там до четырех, где-то вот разумнее рассматривать до трех, и уже где-то от трех до четырех, да, и опять-таки это, может быть, вопрос темперамента, да, то есть ребенок флегматик просто, да, спокойный. Ну, вот он спокойный, вот он, его нервная система работает медленнее, да, как-то вот он медленнее разгоняется, да, и он такой больше созерцатель такой, да, потом часто бывает, что у этого ребенка, у него лучше развито мышление. То есть что происходит? Он сначала действие прокручивает в уме, а потом уже, собственно, действует, да, а не наоборот. То есть есть, может быть, еще причина в этом. Может быть, причина просто в страхах, да, что какие-то его агрессивные действия получали в семье такую, вызывали в семье такую реакцию, что он просто не понимает вообще, что ему делать, и как реагировать, да, и как ему себя вести. И лучше подождать, или лучше, пускай активность проявит другая сторона, да, посмотрим, что будет. Ну, так чтобы ребенок смог за себя постоять, может быть, уже нужно в год ему давать какой-то алгоритм действий. Вот его, давайте вот рассмотрим, песочница. Ребенка толкают, ребенка отнимают игрушку. Что делать родителям? Есть мнение, что не нужно вмешиваться, дети сами разберутся. Ну, что, стоять маме, смотреть? Хорошему родителям надо вмешиваться только тогда, когда есть прямая угроза физическому здоровью ребенка. Ну, понимаете, когда мы вмешиваемся, мы приучаем их к тому, что многие вещи решают за них. То есть с самого начала нужно ребенка приучать к самостоятельным решениям, да? Да. Влада Григорьевна, ну, а есть другой вот вариант? Угу. Например, вот у меня ребенок, да, он просто, когда его толкнули, отняли, он перестал с детьми, он просто перестал подходить к ним. То есть играют, к нему подходят, он отходит и найдет себе место другое, играет. А как тут быть? Ну, лучше, во-первых, надо смотреть, что он про это говорит, да? То есть мы слушаем, что ребенок по этому поводу говорит. Потому что потребность сообщения тоже у детей может быть разная. Если он вообще молчит и выглядит нормально, да, то есть мы можем сказать, что его ситуация, ну, не расстраивает, что ли, да? Тогда мы просто даем ему время сориентироваться. Собственно, эта ситуация вмешательства не требует, да? Другое дело, если он приходит и говорит, мама, вот так все плохо, вот я не знаю, что делать, то сначала мы пытаемся понять, что он по этому поводу вообще чувствует. То есть или ему жалко, да, что так, или обидно, да, или это про злость, или это про страх. Вот про что это, да? Он боится подходить, потому что он очень на кого-то обижен. И тогда мы с ним обсуждаем эту обиду. Или он не подходит, потому что он там кого-то боится, да, и тогда мы с ним обсуждаем этот страх. То есть первое, что он делает, это он выговаривает то, что у него на самом деле внутри есть. А второе, что мы делаем, это мы задаем ему вопрос, ну, и что ты собираешься делать после того, как выслушали. А дальше мы простраиваем, дальше мы с ним вместе простраиваем варианты. Итак, как можно раньше объясняйте ребенку, как он может поступить в той или иной ситуации. И старайтесь давать ему несколько вариантов действий. Влада Григорьевна, давайте дадим алгоритм родителям, как им научить ребенка постоять за себя. Мы сначала выслушиваем то, что он чувствует, то, что ребенок чувствует в данной ситуации, да. То есть слушаем про то, что ему больно или обидно, или что он злится. Если он спрашивает нас, что делать, тогда мы говорим ему, что делать. Ты можешь убежать, ты можешь закричать, ты можешь сказать, спокойно сказать, что бы ты хотел, да, что бы ты хотел от этого человека. Ты можешь ударить, ты можешь пойти, предположим, сказать, воспитательнице. Да, вот это варианты, да, которые мы перечисляем. Ну и здорово будет, если мы там порассуждаем, что будет, если выбрать какой-нибудь из них, да. А вот как ты думаешь, слушай, вот если, допустим, воспитательнице сказать, то что будет? То-то, то-то, ага, да. Ну вот, то есть, чтобы вот чуть-чуть он так понимал, что будет дальше немножко на шаг. В 4 года, в принципе, это все вполне реально. Да, в 4 года. То есть он уже хорошо ориентируется, если он уже там в сад какое-то время ходил, это реально, он понимает, что будет. Ну вот есть дети, они боятся воспитателю сказать. Они даже не то, что воспитателю боятся ходить, они боятся отталкивать другого ребенка, что его будут ругать. Но здесь, наверное, тоже вот объяснять, да? Да, да, да. Объяснять, просто что это можно сделать, и живо ответ. Ну, 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 если он так выбирает бояться, ну что поделать. Да, да, мы можем ему посоветовать, но мы не можем переделать это через силу, да. Значит, ему проще, в данном случае как-то для себя проще терпеть, чем вот делать то, что мы ему советуем. Поскольку все-таки для ребенка в этом возрасте, да, главным является игра, то, конечно, можно начинать даже не с разговоров, а с игр. А игры, по поводу, да, которые как-то помогают справиться с агрессией, они в первую очередь учат эту агрессию сначала в себе почувствовать, потом уже ей управлять. Вот, и тут подходят любые драки, да, там, с родителями, с кем-то, да, только там нужно договариваться, что больно мы не делаем, вот, драться с подушками, драться там мягкими игрушками. Как говорится, что под руку попадется, дети это обожают, вот. Вот, и есть еще ролевая игра, на этом куске ковра мы с тобой будем вот таким вот сильным мальчиком, а на этом куске ковра мы с тобой будем таким, давай покажем, каким ты будешь спокойным мальчиком, да, таким, который вот никого не обижает, да, такой вот он ласковый, добрый, да, здорово. А тебе каким больше нравится быть, да, можно этим детям имена дать, только лучше, чтобы это было не то имя, которое вот у собственного ребенка. Это просто роли, да, это просто роли. А тебе вот каким нравится быть? Говорит, ну, там, предположим, вот тогда-то мне нравится таким-то, а тогда-то таким-то, да, вот. То есть он, опять-таки, получает какие-то новые, новые вот ресурсы. И получается, что он примеряет на себе. Да, да, он совершенно верно, он примеряет на себя и смотрит, когда лучше быть таким, когда лучше таким, да. Эти игры помогают справиться с агрессией других людей. Да, да, да. У Бенджамина Спока в его известной книге «Ребёнок и его развитие» сказано, что если в 3-4 года ребёнок позволяет командовать собой, не умеет дать сдачи, то нужно обращаться к психотерапевту. Лада Григорьевна, скажите, действительно ли это так серьёзно, и уже стоит обращаться к психологу или психотерапевту в таком случае? Ну, к психотерапевту, наверное, можно как-то так дождать. А к психологу лучше обратиться в том случае, если ребёнка это беспокоит. Или если это настолько беспокоит маму почему-то, что она начинает принуждать ребёнка к тому, чего им делать не хочется. Предположим, не всем детям хочется драться, а мама там говорит, дай ты ему по голове. И если вот это вызывает сильное беспокойство, то к психотерапевту нет, не стоит, не говоря уже о психиатрах, а к психологу можно посоветоваться, почему нет. А к вам обращаются с такими проблемами? Да, конечно, конечно обращаются. Обращаются с тем, что ребёнок много дерётся, с тем, что он вообще не дерётся. Как вот быть одиноким мамам, которые растят мальчика, и они очень переживают сами за своего малыша, что они не могут там постоять за него, не могут научить его силе. И как им преодолеть вот этот болезненный страх за своего ребёнка? Ну, мамы, которые в одиночку растят мальчика, они имеют возможности, всё равно имеют возможности показать ему некоторые мужские модели поведения. То есть можно с ним смотреть мужское кино, ну, по возрасту которого, да, он такой мальчиковый именно, да, вот, можно, существуют там тренеры в секциях, предположим, да, в спортивных. Существуют дедушки, всё-таки, как правило. Потом мама тоже там, ну, сейчас она не замужем, да, потом она, глядишь, и вышла замуж, да, то есть вот не то, что он... Всё-таки очень редко ребёнок, который растёт только с мамой, вот, начисто лишён мужского влияния. Несомненно, спорт помогает приобрести уверенность в себе и преодолеть страх. Но многие виды спорта тоже требуют от человека определённой агрессии. А у нас речь идёт о неагрессивных детях. Но есть такие виды спорта, которые помогают ребёнку приобрести уверенность в себе и научиться отражать удары. И в такие секции берут малышей даже с четырёх лет. А что это за секции в нашем следующем сюжете? Ну, ребёнок у меня такой несмелый, в общем-то, был. Он умный, развитый, ну, несмелый, такой деликатный очень, я скажу так, мягко, если. И поэтому вот наш друг ходил в Айкидо, и мне, я говорю, что это за вид спорта? Там, говорят, во-первых, учат двигаться хорошо. И это не агрессивный вид спорта. То есть это, как сказать, защита. И в то же время, как вот сын сказал, что это нападающие, то есть силу нападающего обращаешь против него. И вот это вот мне очень понравилось. И, в общем-то, ему сейчас очень нравится. Хотя он вначале не хотел идти сюда, потому что, ну, это нагрузка, это время, где можно там с компьютером поиграть, где там посидеть. А здесь, а сейчас он даже, вот я ходил двум тренерам к разным. Один более так детально объясняет, другой более так это самое, силовые приёмы объясняет. И я говорю, может, ты от чего-нибудь откажешься? Он говорит, нет, мне и там, и там нравится. То есть он ходит, вот именно всю неделю мы ходим, и с удовольствием. Айкидо действительно даёт уверенность в себе, в своих собственных силах. Здесь учат энергию противника направлять против него же самого. При этом это вовсе не агрессивный вид спорта. Здесь практически не нападают ребята. Наоборот, вся тренировка построена на том, что они учатся защищаться. Ну и преподаватели по Айкидо, и я в том числе, стараются их научить, как защищаться, как защитить себя или своих близких, своих друзей. Но нападений в Айкидо нет вообще. Поэтому агрессия, её и так хватает, к сожалению, на сегодняшний день, агрессия вокруг. Мне наоборот хочется, чтобы они могли созидать побольше. У меня у самого в данный момент растёт ребёнок. Я вот смотрю, ну и как у многих детей, наверное, есть период, когда там приходят в песочницу, он начинает рушить куличики. Айкидо, мне кажется, учит как раз куличики создавать, а не разрушать. Мне вот этим оно нравится. Мало того, работа в парах помогает преодолеть застенчивость. И научиться общаться со сверстниками. А если у мальчика нет отца, спортивная секция, опять же, только на пользу. Они видят здесь мужской пример. Очень бы хотелось, чтобы они, несмотря на то, что постоянно этого примера перед глазами нет, и чтобы они выросли настоящими мужчинами, чтобы они могли постоять за себя, чтобы они могли защитить своих близких женщин, свою маму, бабушку, ну а впоследствии и свою жену. И мне кажется, что занятия Айкидо в этом действительно им помогут. Кроме того, здесь мальчики учатся быть и настоящими джентльменами. Мальчики даже вот в этом возрасте уже понимают, что с девочкой надо немножко по-другому заниматься, что с девочкой надо немножко бережнее. И это для мальчиков очень важно. Они понимают, что нельзя бросать или делать болевой прием девочке, так же, как и мальчику, что девочек надо оберегать. Если это закладывается с раннего возраста, то больше шансов, что это запомнится на всю жизнь. Огромный плюс Айкидо – заниматься можно в любом возрасте. И практически нет противопоказаний по состоянию здоровья. Оно же учит не только защищаться, не только каким-то оборонительным навыком. Самое главное, что оно учит управлять своим телом, грамотно им управлять. Оно делает наше тело послушным. Любой человек в любом возрасте, мало ли чем он потом увлечется. Он может пойти в горные лыжи или в фигурные катания, заняться для себя. Может заняться акробатикой или танцами. Если он будет иметь послушное тело, будет уметь управлять им, то это ему поможет. Когда упали на катке, на льду, чтобы ничего себе не повредить так сильно, уже все отработано, все страховки, реакция, ты падаешь и все сразу. Руки за спину, это нормально. И ничего не отбиваешь себе. Выбирая секцию для своего ребенка, обратите внимание на тренера. Поговорите с ним. Расскажите, с какой целью вы привели своего малыша в секцию? И расспросите, какие задачи тренер ставит перед своими подопечными? Для этих ребят мне бы больше всего хотелось, чтобы они любили спорт. Любой, чтобы они любили активное движение, чтобы они любили двигаться. Мне хочется, чтобы эти ребята выросли, и мальчики, и девочки. Не теми, кто по выходным сидит перед телевизором. Мне очень хочется встретиться с ними где-нибудь там, катаясь на лыжах или катаясь на коньках. Я сам это очень люблю. И мне хотелось бы их отвязать от телевизора, оттянуть от телевизора, от компьютерных игр. Мне бы хотелось, чтобы они были активными, спортивными. Влада Григорьевна, давайте еще раз подвинем итог. Когда же все-таки нужно с ребенком обращаться к психологу, если его обижают сверстники? И не нужна ли помощь еще и родителям таких детей? Ну, вы знаете, тут помощь родителям часто бывает нужна, психологическая. Потому что, как правило, у таких родителей существует проблема собственной подавленной агрессии. То есть такие родители сами, как правило, со своей злостью не в ладах, то, что называется. Кроме того, очень часто, когда их ребенка обижает кто-то в саду или на улице, у таких родителей очень болезненное восприятие этого, потому что им кажется, что их самих обижают. Это вот что-то из собственного детства, что какие-то такие остатки, эмоциональная память, что-то такое не пережитое. И то, что тянется до сих пор, и то, что вызывает какой-то совершенно необъяснимый для них самих эмоциональную реакцию, очень сильный страх или очень сильную злость на события, которые, в общем, достаточно обычные. Весь мир, кажется, толкнул, подрался. Да, да. И когда вот у таких вот боязливых детей, да, которые не знают, как им себя вести, часто не знают, как реагировать, у них вообще мир-то такой достаточно угрожающий получается. Потому что везде есть потенциальная какая-то угроза, потенциальный обидчик, да. А спасти может только мама. Спасибо, Влада Григорьевна, за интересный рассказ. Надеюсь, встретиться с вами снова в маминой школе. Взаимно. Итак, главное – не обвинять своего ненаглядного малыша в трусости, не стыдить его, не заставлять через силу дать сдачи. Нужно разговаривать с ребенком, постепенно развивать у него чувство уверенности в себе, рассказывать примеры из жизни и как поступать в той или иной ситуации. Будьте уверены, ваш ребенок научится давать отпор обидчикам, и не только с помощью кулаков. Ведь, как гласит пословица, и сила уму уступает. Присылайте свои вопросы, которые вы хотели бы обсудить в наших следующих программах на электронный адрес или по почте. А я прощаюсь с вами. До новых встреч в маминой школе. Продолжение следует...